МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ТВЕРЬ УНИВЕРСАЛ БАНК УСТОЙЧИВАЯ В ДИНАМИЧНОМ Это телеканал «ТВЕРЬ СЕГОДНИ» в студии над городом Кирилл Амаев. Здравствуйте. Любимый синий пиджак, увы, по-прежнему висит в шкафу, а вот студенты колледжа имени Коняева выходят на утреннюю зарядку. О том, как она теперь проходит, рассказывает Елена Глушкова. Ей сегодня тоже не спалось. Традиционная массовая зарядка на площади Славы в этом году прошла перед Тверским колледжем имени Коняева, заменив студентам первую пару по физкультуре. Вместо стандартного набора наклонов и приседаний молодым людям предложили повторить движения из разных танцевальных направлений. Главное, чтобы люди пришли и зажигали вместе с нами. То есть они все молодые, активные, творческие, добрые, веселые и умные. И поэтому с ними работать одно удовольствие. Мы считаем как раз таки, что зарядку интересно проводить, именно разнообразив ее такими стилями, как хип-хоп, пати-дэнс, олдскул. То есть мы такие направления развиваем в нашем городе. И хотим, чтобы люди знали хотя бы, что это есть. И если что, они могут прийти и поучиться этому, если им понравится. Всего на площадке собралось порядка 70 человек. Некоторые отчаянно стеснялись, остальные с удовольствием присоединились к зарядке. Во-первых, это энергично. Конечно, здоровье всегда помогает. Тем более, все-таки первый день лета. Всегда хочется что-то энергетики, побегать и попрыгать, и зарядки заниматься. Конечно, весело и здорово, забавно. Так все сближенно общаются. Мы хотели в этом участвовать. И это за здоровье. Весь наш колледж участвует в этом. Но я думаю, это будет веселее. Во-первых, здесь больше народа. Во-вторых, музыка поддерживает. Тем более, такие движения очень интересно показывают. Массовые занятия танцевальной утренней гимнастикой постепенно становятся нормой. Уже в следующую пятницу, 8 июня, тренеры ждут всех желающих на площади славы. Делиться зарядом бодрости и хорошим настроением. Ну и еще одно радостное событие в нашем городе. Сегодня в главном парке Твери Герман и Майя Покидовы посадили первое дерево в аллею молодоженов. Наш корреспондент Анна Шевчук поприсутствовала и посмотрела, чем еще молодожены в Твери отметились. Создал семью посадить дерево, гласит старая русская поговорка. Новоявленная семья Покидовых восприняла ее буквально. К день бракосочетания и венчания молодожены приехали в городской сад. Вооружившись лопатой и лейкой, Майей и Герман, так зовут молодых супругов, посадили первое в своей совместной жизни дерево. Нам подсказала сестра, что есть сейчас такая акция, создал семью посадить дерево. И мы решили принять в ней участие, потому что она нам понравилась. Вообще, мне кажется, она такая традиция. Да, мне кажется, она давняя традиция, что создал семью посадить дерево. Теперь молодые обещают приходить и ухаживать за семейной реликвией. Кстати, новые акции финансируются самими молодоженами. Деревья они покупают за собственный счет. Но в любом случае, благодаря новой свадебной традиции, на месте бывшего уголка маньяка в Горсаду появится липовая аллея. Кстати, сама идея позаимствована из Петродворца. Мы в этом году убирали здесь аварийные деревья. Место освободилось и решили начать именно с этой аллеи. Липа – это классическое дерево наших парков. Липа – дерево, которое живет 300 лет, более 300 лет, 300-500 лет. И оно очень хорошо стрижется. То есть липе можно придать совершенно любую форму. Кроме лип в Горсаду посадят белые акации и астролистные клены. Помимо новой традиции посадки зеленых растений, в Твери продолжают чтить и другие свадебные обычаи. Вот как сегодня выглядит мост около обелиска Победы, в народе окрещенный мостиком любви. Увешенный замками, символами нерушимой любви, того и гляди, рухнет от тяжести повешенного на него металла. А сколько ключей, выброшенных молодоженами в воду по гребенотам, остается только догадываться. Теперь официальная хроника. На сегодняшний день охват детей дошкольным образованием в Твери составляет 85%. И это один из лучших показателей в Центральном федеральном округе, заявил Алексей Борисов, заместитель главы администрации города. Это заявление распространили коллеги из пресс-службы администрации Твери, в связи с тем, что близка к завершению кампания по формированию групп в детских садах. По предварительным данным Управления образования администрации города Твери, в этом году в детские сады будет зачислено почти 4,5 тысячи детей в возрасте от года до 3 лет. Это 220 групп. За 6 минувших лет очередь в дошкольное образовательное учреждение города сократилась в 4 раза. В основном количество мест увеличивается за счет того, что из детских садов будут выведены начальные классы. Кроме того, в прошлом году был сдан новый детский сад в Радужном. В перспективе в Твери планируется построить еще три новых детских сада в Южном, Мамолино и на улице Планерной. Если еще 5 лет назад детей было в детских садах чуть больше 13 тысяч, то сейчас количество детей более 18 тысяч в наших детских садах. Если назвать цифры процент охвата дошкольным образованием детей города Твери, то это почти 85%. В этом году мы еще открываем 480 дополнительных мест. Тем временем на площади Ленина собрались сегодня молодые родители, мамы в основном, и провели митинг с требованием навести наконец порядок в деле устройства детей в детские сады. Около 30 отчаянных мам привели сегодня своих детей не на игровую площадку детского сада, а к зданию городской администрации. Казалось бы, не самое удачное место для прогулки. Однако на этот раз гулянием дело не ограничилось. Из-за нехватки мест в детских садах молодые родители организовали пикет, желая настроить конструктивный диалог с властью. Мы же добиваемся того, чтобы люди по закону нормально приходили и попадали в детский садик. Наоборот, мы добиваемся того, чтобы людям не приходилось давать каких-то там поощрений, скажем так, заведующим детских садов и так далее. Устроить ребенка в частный детский сад для многих молодых родителей – непозволительная роскошь. Поэтому остается дожидаться очереди в государственной. Вот и получается, что в период ожидания тянуть на себе лямку кормильца и добытчика приходится только одному из родителей. К сожалению, бабушки очень далеко, и, соответственно, выйти на работу не представляется, возможно, в связи с этим. Я бы планировала с начала осени выйти на работу, если бы я была уверена, что мой ребенок, соответственно, будет устроен. Молодые мамы, не желая оставаться домохозяйками поневоле, обещали каждый день отводить детей вместо ясли в администрацию города, если проблема детских садов не сдвинется с места. Ну, а вообще-то сегодня День защиты детей, и по этому поводу во всех районах города проходят праздничные мероприятия. Центральным местом проведения праздника, естественно, стал городской сад. Наша съемочная группа туда отправилась. Смотрите материал без комментариев. К Субтитры сделал DimaTorzok Музыка Музыка Ну от злобы, от ненависти, от жестокости, вот это вот я считаю. А что это миссия родителей? Нет, это миссия и родителей, в первую очередь все это в семье идет, конечно, потому что все в семье, в семье начинается, ну и конечно и далее. Детский сад, школа. От войны, наверное, чего защищать? А как вы думаете, что это задача? Взрослых, наверное, политиков. Путина, нашего президента. У нас всех людей, больших людей. Взрослых, правильно? Да, взрослых. Чтобы они играли, как бы поселились. Наверное, от преступников каких-нибудь. А так, если семья хорошая, то и дети счастливые, защищать не нужно. Ну, наверное, от самих же взрослых защищать. А от, ну, от крыжащего мира, от, не знаю даже от чего, от всего. Еще из официальной хроники. Тверская область стала жертвой достаточно бурного экономического роста в последние годы, в связи с чем объем финансовой помощи из федерального центра для нашего региона постепенно снижается. Вот такой вот парадокс. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Владимир Петров. Еще он заявил о том, что в Совфеде такую вот практику собираются изменить, иначе российские регионы вообще перестанут развиваться. Заявление прозвучало во время выездного заседания профильного комитета Совета Федерации в центре внимания членов Верхней Палаты Российского Парламента и представителей Минфина выстраивание бюджетной политики страны на 2013-2014 годы и выработка механизмов финансовой поддержки развития регионов. Существовавший механизм централизации финансовых ресурсов не способствовал самостоятельности регионов и муниципальных образований. Отсюда и возникшая существенная разница в их социально-экономическом развитии. На заседании обсудили возможность получения дополнительных доходов за счет перераспределения полномочий. Пополнить местные бюджеты смогут налог на прибыль, вводный налог, акцизы на отдельные виды товаров. Как прозвучало на совещании, выстроить грамотную бюджетную политику по общему шаблону невозможно, и развитие регионов должно идти с учетом их особенностей. Тема очень злободневная. И то, что она проходит на площадке именно нашего субъекта, то есть Тверской области, это говорит о том, что Тверская область, законодательная исполнительная власть, решение этого вопроса уделяет первостепенное внимание. Такое мнение было представителям Минфина. Да, мы найдем форму стимулирования. Вот эта тема сегодняшняя заявлена в обсуждении. Как раз подготовки уже бюджета 2013 года у нас очень актуальна. И самое главное, чтобы через такие площадки нас слышали. Из законодательного собрания пришло сообщение. Партия власти взялась за дело. Депутаты на заседании своей фракции обсудили положение в жилищно-коммунальном комплексе Тверской области. На заседание, как отмечается, были приглашены и представители правительства региона. Сфера ЖКХ, по сути, является самой многострадальной, отмечается в сообщении пресс-службы регионального парламента. Участников заседания в первую очередь интересовал вопрос горячего водоснабжения Твери в летний период. Прошлогодняя история не повторится, заявил зампред правительства Тарас Заичко. Текущие платежи идут, и у «Газпрома» нет никакого желания ограничивать поставки по Твери, заявил он. Не менее острое обсуждение вызвал вопрос подготовки к предстоящему отопительному сезону в обновлении жилищно-коммунальной отрасли. Особо подчеркнули депутаты, нуждаются все муниципальные образования региона. И в этом направлении необходимо усилить совместную работу законодательной и исполнительной ветвей власти. Год два назад было принято решение. Каждый город должен представить программу модернизации теплоснабжения, назовем. Мы сейчас все даже в этот канал еще не трогали там, или вот отведение всей системы. Ни одной программы в днях так и не появилось. Причем я предлагаю нам вместе, правительству и законодательным собранием ее, помогать делать, заставлять муниципалитеты. Это будет обязательным условием участия в программах фонда реформирования ЖКХ с 2013 года. Все, нет схемы теплоснабжения, даже не рассматривается заявка. Поэтому вот до конца года, чтобы нам участвовать в этих программах, нам нужно сделать во всех муниципальных образованиях схемы теплоснабжения. Дверь Универсал Банк. Устойчивая в динамичном. И еще одно сообщение из нашего парламента. В первом чтении депутаты приняли закон о градостроительстве. Областной закон, который, по их мнению, должен подстегнуть муниципальные власти к созданию градостроительных планов городов и поселков. Российское законодательство словно живой организм. Постоянно растет и развивается. В отличие от американцев, у которых конституция менялась всего два раза, наши парламентарии живут в перманентных раздумьях, как же улучшить жизнь в стране. Особенно это касается застройки городов. За прошлый год в градостроительный кодекс было внесено 14 законов. В той или иной его части появились поправки. Теперь настал черед регионов. Проект закона о градостроительной деятельности на территории нашей области, внесенный губернатором в законодательное собрание, был принят в первом чтении 28 мая. Разработка проекта обусловлена необходимостью приведения регионального законодательства в соответствии с федеральным, так как градостроительный кодекс Российской Федерации, например, в прошлом году претерпел изменения более 14 раз. Надо сказать, новая власть, к которой пришла, губернатор, правительство, значит, очень серьезно занялись вопросом наличия градостроительной документации, как в городе Твери, так и в других муниципальных образованиях. Сегодня градостроительная деятельность в регионе регулируется законом 2006 года о градостроительной деятельности на территории Тверской области. Согласно одноименному кодексу Российской Федерации, все документы, касающиеся территориального планирования, должны быть готовы к 31 декабря этого года. Этими изменениями введены понятия объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Скорректирована процедура согласования проектов документов территориального планирования, а также их состав. Принятие этого закона, по мнению авторов, должно положительно повлиять на общую ситуацию в строительном комплексе региона и позволить увеличить количество вводимого в строй жилья и социальных объектов, снизив при этом их стоимость. Теперь к более приятным событиям. На днях завершился финальный этап военно-спортивной игры «Орленок». Традиционно он проходил в детском лагере «Чайка». Победителем стал юно-армейский отряд 20-й средней школы. Репортаж с места событий от наших коллег из пресс-службы администрации Твери. Военно-спортивная игра «Орленок» впервые прошла 17 лет назад. В этом году в городском финале, который традиционно проводится на базе лагеря «Чайка», приняли участие 12 команд победительниц районных этапов. По три отряда от каждого района. За эти годы тысячи и тысячи наших тверских мальчишек и девчонок прошли через «Орленок», через школу мужества, через школу упорства, через школу смелости, выносливости. Каждый год по-новому происходит и организуется игра. Но, в общем-то, ежегодно у нас проводится иванизированный эстафет, это очень сложная эстафета. В ней 15 этапов, этапы меняются, и в этом году были новые этапы. Но все ребята достойно с ними справились. Военизированная эстафета «Вперед юнормейцы» наряду с маржа-броском на 14 километров – один из самых сложных этапов игры – серьезная проверка уровня подготовки отрядов. Там было очень много интересных препятствий. Мушеловка, допустим, одевание языка, дымовая завеса была. Ну, все было похоже настолько, ну, и очень интересно. Мы были как на реальных военных событиях каких-то. Спортивные соревнования, 100 метровка, метание гранаты, силовая гимнастика – важная составляющая «Орленка». Акцент также делается на воспитании у подростков чувства патриотизма и уважения к старшему поколению. Ребята ежегодно встречаются с ветеранами и воинами-интернационалистами. Участвуют в викторине «Тверь. Город воинской славы» в конкурсе патриотической и самодеятельной песни. «Наши русские солдаты шли из края в край. Песня солдатская. Много ты прошла дорог». Парад юноармейцев и торжественное награждение, пожалуй, самый волнительный для команд момент игры. Первое место по итогам состязаний в этом году занял юноармейский отряд пролетарского района из школы номер 20. Когда команда сплоченная, победа достается намного легче, уверены ребята. Мы очень дружная команда. У нас не было. Разногласий не было, нет. Всегда слушают командира. Мы верим команду! На этом, пожалуй, и все. Хотя впереди еще афиша выходного дня. Это наша традиционная пятничная рубрика от Елены Глушковой. Мало кто из горожан знает, что в Твери есть свой музей средневекового оружия и доспехов. Увидеть подлинные исторические артефакты и проникнуться атмосферой рыцарских времен вы можете в Тверской оружейной палате на улице Жигарева, Дон 5. Отражать современный мир. Такую задачу поставили перед собой авторы молодежной выставки «Наши измерения». Работы разных жанров и направлений можно увидеть в городском музейно-выставочном центре до 17 июня. Гурьковская библиотека приглашает всех любителей поэзии на творческий вечер нашего земляка, поэта Александра Аносова. С презентацией новой книги стихов «Теплые вещи». Начало в 15.30. В первые дни лета любители спорта и активного отдыха традиционно отмечают фестивалем «Зеленый тазик». Волейбол, скалолазание, каякинг, зажигательное фаер-шоу ждут больших и маленьких 2 июня в 11.00 в деревне Прутне Торжокского района. Кто сказал, что после воскресенья должны наступить суровые рабочие будни? На этой неделе выходные закончатся в понедельник дебютным концертом сербской фольклорно-танцевальной группы «Капаоник», который пройдет в Тверской академической филармонии 4 июня в 18.30. Не проспите лето и хороших вам выходных! Ну вот теперь действительно все. Еще сегодня день рождения у американского героя Супермена. И сегодня же весь мир отмечает День Пончика. Ну прям не жизнь, а сплошной праздник. Удачи! Дверь Универсал Банк. Устойчивое в динамичном.